Я всех приветствую. Меня зовут Ирина. Записываю видео, как я подготавливаюсь к операции носа и как все будет проходить. Два года назад, в 2019 году, у меня уже делали одну операцию носа, которая не помогла. Делала я ее в областной клинической больнице города Ростова. На этот раз я решила выбрать платную клинику. Это у нас ОКДЦ, областной консультативный диагностический центр в городе Ростове-на-Дону. И тщательно выбирала себе отоларинголога, что я не делала в первый раз. Операция у меня будет 4 в 1. Это исправление носовой перегородки носа. Второе, чистка лобных пазух. Третье, убирание, резекция булы в носу. И пластика нижних, средних и верхних носовых пазух. Сейчас я прохожу анализы. Уже сдала кровь. Дали 5 пробирок. Кровь из вены. Здесь анализы можно пройти буквально за 2 дня. Когда я проходила в областной больнице, я сдавала их 3 недели. Возьмут у меня мазки на ковид. И сегодня буду делать КТ на ковид. КТ носа я уже сделала. Флюорография у меня есть. Гинеколога я уже прошла. И сегодня еще буду проходить кардиограмму и терапевта. Вот так выглядит кокодица внутри. Это переходная галерея. На подоконниках стоят цветочки. Все чистенько, красивенько. Здесь находятся камеры хранения. Здесь можно оставить вещи. Вот тут прием биоматериала. И находится зимний сад. Очень красиво здесь. Такие цветочки, пальмочки. И аптека. Меня госпитализировали. Я уже нахожусь в палате. Палата двухместная. Вот это вот моя кровать. Здесь у нас есть телевизор. Здесь у нас шкафчик. На улицу выходить нельзя. Вот такая палата. Здесь я уже разложила свои вещи. Еду приносят в одноразовых тарелочках. Меня уже кормят обедом. Даже из палаты выходить нельзя. Только в туалет можно. Тут вот такие диванчики. Там есть кулер, чайник. Туалет, ванна. На этаже. Это душевая кабина. Где больные принимают душ. Ну, это туалет. Такая вот комнатка. Всё чистенько. С ремонтом. Над кроватью находится кнопка вызова медсестры. А это отмена. Розеточки есть. Вид из окна. Выходит на зимний сад. Вот так. Не на улицу. Далее вот такие вот компрессионные чулки. Убивать их надо, не вставая с постели рано утром. Операция закончилась. Шла около трех часов. И два часа я ещё лежала при анимации. Принесли, например, покушать. Начинаешь есть, начинаешь тошнить. То есть всё, по чуть-чуть кушать. Ну, надо поспать. Прошло ещё несколько часов. После операции вся перёнка у неё уже такая в крови. Кровь подтекает постоянно. И поменять там пол нельзя. Врач сказал, что ещё больше будет подтекать. Так что без спать ещё стуки-блоса. Расскажу, как всё было. С утра я, не вставая с кровати, надела компрессионные чулки. Потом, часа через два, я сходила в туалет. И мне в кого-либо укол такой успокоительный. После него уже вставать нельзя. А то вот голова кружится. У меня сразу встали руки и ноги тяжёлые. И я уснула. Где-то на часик. Потом меня повезли на тележке. На операционный стол. Под сомби-то родили. Давление поверили. В кого-либо где. Веду. Анестезию. Здесь я закрыла веки. Анестезиолог сказал, не борись со сном. И всё. Я уже ничего не помню. Как я очнулась. Даже, честно говоря, не помню. Либо в тележке, как меня перекладывали, не помню. Либо в реанимации. Дали мне такую трубочку. Там два таких сосучка. Через которые подавался кислород. Я когда так вот зажимала, у меня вот так вынувался рот. Два часа я пролежала в реанимации. Поспать мне не удалось. Сейчас я в палате. Стала кушать. Два часа через три у меня затошнило. Я даже проживать не могла. Поставила на тарелки. Я взяла шейкер и коктейль. Навела себе кофейный спарт. Выпила. И есть. Мне перестала хотеться. И потихонечку я водичку пью. Выдали водичку. Замазала я гигиенической помадой рот. Потому что дыша шамптом. Он всегда соклит. И купила персиковое фасло. Сняли тампоны. Сказали, что вошла. У меня надо снимать шоу. Будут еще. Вся проблема была в булах. В решетчатых костях. Все-таки платная клиника и бесплатная. Это небо и земля. Еду носит прям в палату. Когда плохо. Там, зайка, не плачь. Там конфетку мне сегодня принесли. Потому что я сегодня чуть не упала в обморок. Мне было утром плохо. Все так чистенько, ухоженно. Но попала, как в санаторий. Прям мне очень нравится. Я уже одна в палате. Мою соседку выписали. Вот эти сосудосуживающие капли. Это такой наркотик. Не зря в инструкции по применению. Пишут, что нельзя пользоваться. Более пяти дней. Потому что можно присесть. И стать к силаметазолиновым наркоманом. Как это получилось у меня. Я когда в 19-м году оперировалась. Со мной лежало пять человек. И в столовой мы еще общались с другими девочками. Сколько людей оперируется из-за того, что они подсаживаются на сосудосуживающие капли. И здесь в палате тоже она говорит, что я три года капала. Там везде есть к силаметазолин. Который сужает ваши сосуды. И что происходит. Они сужаются. Вы дышите. Потом, когда действие капель происходит. Сосуды расширяются. Больше, чем обычно. Слизисто утолщается. И с каждым днем. С каждым месяцем. С каждым годом. Становится все больше, больше и больше. У меня на компьютерной томографии слизистая настолько атрофировалась, что она разрослась. И мне просто нечем было дышать. Там вот эти вот проходы носовые. Они на компьютерной томографии как ниточки выглядят. Слизистые раковины стали настолько толстыми, что дышать было просто нечем. В девятнадцатом году мне делали пластику этих носовых раковин. Помимо того, что удаляли кисту. Видео у меня есть на канале. Я видео прикреплю под этим роликом. То видео, которое в девятнадцатом году мне в областной делали. Но мне не доделали. Потому что вся проблема была в булах. В этих решетчатых костях. Вот этот врач мне все это доделывал. Ну, теперь посмотрим. Я очень надеюсь, что после этой операции мой нос станет дышать. Кто-то делает ринопластику, чтобы горбиночку убрать, чтобы носик красивый был. А я просто хочу дышать. После операции пошел второй день. Нос не дышит. Но это так должно быть из-за отека. Маркаться тоже нельзя. И после операции пропало обоняние. Я очень надеюсь, что оно восстановится из-за отека. Спала тоже плохо. Но лучше, чем ночь, которая была с тампонами. Но очень тяжело постоянно просыпаться. Так вот от того, что нет воздуха. Спрашивали, кто меня будет оперировать. Это заведующий лоротделением ОКДЦ банника Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Смотрите, что у нас здесь делается. У нас по снимечку. Снимечку у нас перегородка скреблена. Сюда вот гребень. Вот здесь. Дальше у нас гулезные раковины. Вот это одна слева. Справа гулезная раковина. Она еще заполнена чем-то, каким-то содержимым. Здесь же, справа, в решетчатых пазухах тоже какое-то содержимое. И блокирована соустья верхнюю челюстную пазуху. В нем тоже какое-то вот содержимое. Все справа же. Гулезная пазуха у нас вот здесь тоже что-то есть. Операцию какую делали? Огромняли перегородку. Дальше. Пластика так называемой средних носовых раковин. То есть мы вот эту пластинку, которая, ну это можно сказать, как шарик надутый. Да, вот срезана. И вот мы видим ее. Вот эту латеральную пластинку мы удаляли. Получается остается только вот эта пластинка. А эта, ну, убирается латеральная раковая пластинка. И получается тоненькая раковина, чтобы она как бы не препятствовала дыханию. Здесь то же самое. Дальше мы вскрывали вот эти пазухи, решетчатые, сделали, расширили соустья в верхнюю челюстную пазуху. Туда, ну там как бы была утолщенная слизистая, сильно оттуда ничего не удаляли. И расширили соустья, ну вот здесь вот это шубрага, и расширили соустья в лобную пазуху. Ну это вот оно здесь расширяется, и там вход вот в лобную пазуху. Да, это вот у нас операция, что мы делали. Ну и сейчас мы, естественно, ждем, пока все зажмется. Спасибо большое за консультацию. Ну вы видели, да, что мне Сергей Анатольевич делал с носом. Теперь вопрос. В 19-м году у меня также были булы, было все то же самое. Вопрос, почему мне в 19-м году, видя мое КТ, не сделать вот такую операцию? Я ни в коем случае не хочу говорить ничего плохого про областную клиническую больницу города Ростова. Но почему мне в 19-м году не сделали такую операцию? Я лежала под наркозом, мне кололи уколы, я потратила время, я потратила нервы, я вызывала свою свекровь из другого города, чтобы она посидела с моим малышом, которому был годик. Почему? Я никогда не выбирала врачей. Когда я рожала, я не выбирала ни с кем не договаривался. Всегда как-то надеялась, верила в их профессионализм. И после той ошибки я около двух месяцев искала клинику и около месяца искала врача. И когда я почитала отзывы о Сергея Анатольевича, еще он навела справки, и я сказала, что я буду оперироваться только у него. Потому что он берется за те операции, от которых отказываются другие. И даже вот мы когда в очереди сидели, к нему с одним парнем разговаривались, он сказал, что мне в железнодорожной больнице отказали. А Сергей Анатольевич взялся. Ну, так же он исправляет ошибки других врачей. Получила выписной эпикриз. Не хочется мне делать длинное видео, просто нажмите на паузу и почитайте, что вот здесь написано. Что вот здесь написано, что мне делали. Я просто обалдела. Прошло 3 недели после операции. Нос у меня задышал на 18-й день. Я уж переживать начала. Ну, видимо, такая сложная была операция, что нос задышал аж на 18-й день. И без всяких капель. Я сплю уже несколько ночей без всяких сосудосуживающих капель. Я этому безумно рада. Хочу выразить огромную благодарность Лору-хирургу Банникову Сергею Анатольевичу и всему персоналу, кто был причастен к моему послеоперационному уходу. Хочу поблагодарить мастеров чистоты, которые поддерживали в стационаре чистоту, которые приносили и уносили мне еду, медсестер, которые делали мне уколы и всему тому, что способствовало моему выздоровлению. Также спасибо Сергею Анатольевичу за послеоперационный период. Я всегда говорю, что моим детям нужна здоровая мама.